Мой трек в чартах прямо сейчас. И этот трек... Снова я напиваюсь, снова говорю пока. И вы представить себе не можете, насколько это для меня важно, насколько я сейчас рад. И все это связано с видео, где я поставил цели на ближайший год. Я хочу хоть раз попасть на топ-1 на Apple Music. И в итоге трек на первом месте. Я очень рад. Опять же, если вы видели видео, где я ставил цели на ближайший год, которое доступно по подсказке справа сверху, то я поставил себе цель писать по одному треку в день. И самая главная цель для меня сейчас сделать 365 треков за год и выпустить из них самые лучшие. Это не хило. Я понял то, что я хочу быть разносторонним артистом и пробовать себя в разных сферах музыки. А для того, чтобы захватить все чарты, это просто необходимо. Я произвел аналитику музыкальных чартов и понял, что в этих чартах пользуются популярностью так называемый кальян... Чтобы вы понимали, я сам недавно узнал. Кальян рэп это когда ты куришь кальян и читаешь рэп. Это такая клубная музыка, а не разделенной любви. И я нашел вот этих ребят. Это хамали, а это наваи. С уверенностью можно сказать, что они создали этот жанр. Но у меня появился вопрос. Почему я обычный пацан, у меня нет бороды, у меня нет кальяна, почему мне не попробовать записать кальян рэп? У меня появилась еще одна дебильная цель. Это сделать трек в стиле кальян рэпа. Простите! Плюс, как вы увидели в названии, сегодня я расскажу про трек Снова я напиваюсь. Снова я напиваюсь! Снова говорю пока! У меня получается немножко технический ролик, но я думаю молодым продюсерам это будет полезно. Передо мной здесь несведенная версия проекта, здесь еще все очень сырое. Я специально взял первую версию, чтобы вы услышали трек без какой-либо обработки вокала и так далее. Просто сырой материал. Вот ты считаешь деньги по емке-шельке, ведь ты любишь только деньгами, но не совсем. А я, что я, что я... Снова я напиваюсь! Снова говорю пока! Я повторюсь, здесь еще не выстроен баланс. Здесь все очень сыро, но это для того, чтобы вы услышали, из чего делался этот трек. То есть, само собой, потом мы его сводили, мы его мастерили, но прежде чем его сводить и мастерить, нужно его для начала написать. Давайте посмотрим, из чего состоит аранжировка и как записать настоящий хит. На этой дорожке у меня синтезатор Arturia, а точнее плагин Analog Lab. Если что, у меня вот здесь есть клавиатура. От них очень круто, мне очень нравится. И здесь у меня пресет синтезатора с арпиджиатором. И вот так он звучит отдельно. Очень миленько! Давайте потихонечку добавлять к нему дорожки. Субтитры сделал DimaTorzok Аранжировка состоит из шести дорожек. Все это сделано для того, чтобы у меня был читаемый вокал, чтобы здесь была своя атмосфера, свое пространство для голоса. Потому что, если сделать инструментал очень насыщенным, тогда туда труднее впихивать голос. Там меньше пространства для вокала. То есть, звукоинженеры будут маяться по полу. Я считаю, что не стоит идти против природы и стоит заранее подготовить продуманную аранжировку, в которой будет место для вокала. Можно сделать крутую аранжировку, используя всего лишь шесть слоев инструментов. И этого будет достаточно. Поверьте мне, вам не нужно больше. Если у вас есть какой-то творческий замысел, и вы хотите сделать плотную насыщенную аранжировку, буквально симфонию, состоящую из огромного количества дорожек, пожалуйста. Проблема лишь заключается в том, что помимо стереопанорамирования, вам придется искать еще огромное количество решений, для того, чтобы все звучало складненько. И максимально читаемо. На секундочку прервемся. Я хочу вам показать один проект. Вы наверняка у Old Spice слышали вот такой звук. Если вы следите за моим, боже мой, тиктоком, то вы должны знать, что я обновил их джингл. Мне недавно написали из Old Spice и попросили обновить их джингл. Во-первых, у Old Spice есть свой некий маскот, и это афроамериканец на лошади, который орет на тебя через экран. Я думаю, что все в детстве видели эту рекламу. Здравствуйте, дамы. Взгляните на своего мужчину и на меня. На своего мужчину и снова на меня. Я вставил в этот бит звуки самого джингла. Это, если что, свисток. А еще здесь есть вот такой момент. Я знаю, что у Old Spice есть много продукции. Это гели для душа, после бритья, дезодоранты. И я вот взял вот такой баллончик и записал просто открывание. Вот так. Потом я выдавил из себя дикторский голос. Диктор из меня так себе, но хочу вам показать. Old Spice свежо, реально, натурально. Пахни как мужик. Получается, я теперь настоящий рекламный диктор. Ну и, конечно, Old Spice это просто крутой дезодорант, который поможет себя чувствовать свежо даже в самой напряженной ситуации. А еще я рад, что я как продюсер смог поработать с таким большим брендом. И это однозначно интересный опыт. Опять же, моя главная цель это попасть в чарты. Поэтому я хочу, чтобы все было максимально читаемо, понятно, мелодично. Мне такая музыка нравится. Я люблю куда-то ехать и слушать подобную музыку. Поэтому я пишу музыку, которую бы я слушал, которая бы приятно звучала и не доставляла мне лишний хлопот. Еще я слушаю в дороге Олега ЛСП. Это классик. Давайте посмотрим вокал. Я увидел вырезку у Стаса, где он говорит, что там огромное количество эффектов. Очень мне не нравится, когда сильно обработан голос. Очень сильно обработан, мне это не нравится. Может быть слава поет, но я этого не услышу, потому что за таким количеством эффектов и тюна вообще не слышно его голос. Я хочу сказать, что здесь не так много эффектов на вокале. Насколько я знаю, на нем только компрессия, эквализация и реверберация. Мне очень нравится одна деталь в этом треке, это свист. Причем свистеть я очень плохо умею, и здесь я подтюнил ноты, чтобы все было нормально. И вот у меня целый дроп из свиста. А еще в этом треке 11 дорожек вокала вместе с разными интересными приемами и эйрбэками. 4 дорожки с разными интересными эффектами наплыва. Сильно. Хочу сказать, это ролик не на широкую публику, я думаю, что вы это поняли, потому что я разбираю проект в Эйблтоне, и это сразу половина аудитории уходит смотреть что-то другое. Я хотел сказать спасибо всем, кто поддерживал мой трек. У меня еще скоро выйдет вот такой мерч. Ссылка в описании на сайт мамку пи. Это типа очень круто, там еще есть одна очень крутая рубашка. Бомба. Да, у меня вышел альбом под названием Артем, если вы его не слышали, слушайте по ссылке в описании. Я испытываю очень приятные чувства, зная, что мою музыку прямо сейчас слушают. Вот Spotify мне показывает, не знаю, видите вы или нет, сейчас меня 600 человек слушают. Прямо сейчас. Из разных точек мира. И это так странно. Меня отмечают в историях, где под этот трек танцуют в разных клубах, в разных странах. И это так объединяет и одновременно удивляет, потому что я писал этот трек дома. Я ни на что не надеялся, я просто решил сделать трек, который я захотел. И вот он выходит, и люди слушают его, люди веселятся под него. Он становится частью их момента прямо сейчас, чтобы через пару лет они послушали эту песню и вспомнили, что было пару лет назад. Это невероятно. Так сейчас, например, треки Олега ЛСП имеют прямую ассоциацию с моей юностью, с разными жизненными ситуациями, в которых я оказался в момент прослушивания и его треков. Так для кого-то мой трек станет ассоциацией с его жизненной ситуацией. Я правда очень рад. Я понимаю, что я делаю музыку специально для чартов, но все равно, когда осознаешь, что твоя музыка имеет популярность, когда ее слушают, когда ею делится, это вызывает какие-то невероятные чувства. Я надеюсь, что это не последний трек, который попал у меня в чарт, потому что главная моя цель на ближайший год это именно завоевывать чарты и понять, как он устроен, какую музыку надо писать, чтобы попасть в чарт и как это правильно делать. На днях прилетело сообщение с интересным посылом. Человек, который пишет треки каждый день, не занимается творчеством, он занимается конвейером. У меня есть своя позиция по этому поводу. Я занимаюсь творчеством в бытовых вещах и к любому делу я подкажу с любовью. Творчество проявляется во всем, сужу по себе. Даже если это трек для чартов, который сделан для определенной аудитории и имеет определенные рамки, невозможно написать его, не глядя в экран. На мой взгляд, когда ты пишешь музыку, когда ты пишешь картины, ты пропускаешь все через себя. Большой симбиоз разной информации. Музыку, которую ты слушал, картины, которые ты видел, книги, которые ты читал. Мы пропитаны информацией, мы все это перевариваем и рождается что-то абсолютно новое. Я думаю, что по-другому вообще никак быть не может. В общем-то и все. Кто-то спрашивал, зачем мне патчи на интервью у Дудя. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok